Отделся я от полицейских, украл еще немножко деньжат, и заодно машинку новую сменил. Я надеюсь, что это как-то мне поможет, внутренне чувствую себя немножко более уверенным. И Вит наверняка очень сильно переживает. Вито, ну наконец-то. Ты слышал, что случилось? С кита-йозами? А что случилось? Генри мертв. Да ладно! Что? Кита-йоза его прямо на куски порогили средь бела дня. Почему? Так ты ничего об этом не знаешь. Первый раз слышу. Генри хотел предложить мне какое-то дело, но я отказался. А что случилось? Генри дурак, то есть был. Решил поторговать наркотой с китайцами, знал же, что дело запретное, но попался. Карло его простил, только взял небольшой штраф. Но косоглазые подставили Генри и порубили на куски посреди парка. Черт! Нельзя вести дела с желтопузами. Хуже того, Генри работал не один. Вчера какие-то парни перебили толпу косоглазых в китайском квартале. Теперь они грешат на нас или на Винчи. Винчи уже начали угрожать. Если быстро все не разрулить, мы по уши в дерьме. Ты точно ничего об этом не знаешь? Ничего, Эдди, клянусь. Да? Ну а Джо? Джо? Джо пару дней был со мной. Тогда вам повезло. Карла сейчас нет в городе, но когда он вернется, будет некрасиво. А то. Надеюсь, ты мне не врешь, Вито. Ой, ну в глазах же у него все вот прям вот написано. Это Джузеппе. Он всегда держит нос по ветру. Эй, Джузеппе, я ищу Джо Барбара. Он был тут сегодня? Алло, Вито. Да, Джо заходил. Здорово. Я весь день его ищу. А он не сказал, куда направляется? Нет, и сдается мне, он и сам этого толком не знал. Что такое? Он искал работу, но прежде чем мы успели это обсудить, появились какие-то ребята и уволокли его. Что? Кто? Это были люди Винчи. Сказали, мистер Винчи хочет с ним поговорить. Куда они могли поехать? Нон лосо. Может в Моно Лизу? Это их бар. Черт. Что-то не так? Вляпались мы. Скажем так, мы сейчас не в лучших отношениях с мистером Винчи. Да, у Джо был нерадостный вид. Ах, как мне это не нравится. Надо выяснить, что происходит. Надеюсь, ничего серьезного. Буана фортуна, Вита. О, Джозепп, мне по твою уверенность. Еще как все серьезно. Все из-за того, что эти идиоты не могут думать нормально своей головой. Просто тупо на эмоциях хреначат, а потом уже отдуваются. А, ладно, куда ехать-то? Так, надеюсь, Джо и спаси его. Как просто, да? А вот обдумать план, как конкретно спасти. Конечно, Вита этого не будет делать. Он просто будет импровизировать. А там авось. И спаси отца Джо каким-то образом. Может кто-нибудь там с охранником подлечется. Все на авось. Старая, добрая, русская авось. Но тут ситуация-то, блин, другая. Где-то кино. Я вообще удивлен, как вид до сих пор живой. Вот, правда, не понимаю. Как вот такой дуболом мог выжить? Ну, каким-то образом ему помогли истись на армейские навыки. Все-таки он воевал, умеет держать оружие в руках. Плюс ко всему, он там еще джипом управлял. Поэтому машины тоже хорошо. Управляется. Ну, и близко всему, он чертовски везучий сукин сын. Прям как Сержио Морелло в Мафии Первой. Ну, и еще сетовать на то, что и Джо его прикрывал. Тоже хороший, надежный напарник. Лео Галанте. Без Лео он бы вообще сгинул в тюряге. Ну, он бы сгинул и раньше, например, с тем же самым Ирландсом. Но он показался очень хорошо. И если бы не его навыки, опять же, он бы его там зарезал. Так, ну что, этот бароник, да? Ключевой. Стоять и может не убью. Привет, парни. Ну и наглец же он. И я тебе рад. Не шевелись. Эй, послушай доброго совета бармена и брось дурить Вита. Так, во-первых, прошу медленно бросить оружие на пол. И без глупостей, пожалуйста. Мне очень много. Бармена пальчики подрагивают, а? Я без оружия. Ладно. Так зачем ты пришел, Вита? Мы тебя не ждали. Я ищу Джо Барбару. Я слышал, его зацапали твои парни. Возможно. И что ты задумал? Мы с Джо тебе ничего не сделали. Мистер Винчи думает иначе. Он хотел получить объяснение. Их-то Джо сейчас и дает. И раз уж ты заглянул на огонек, почему бы тебе не присоединиться? А если я не захочу? Эти пушки говорят, что хочешь. Но не волнуйся. Там отличный вид. Ну, я глупец. Ну, как обычно, на авось просто он решил прийти. А думаю, там, может, спасу. Я без оружия спасу. Я такой, может быть, молодец, красноречивый, добрый парень. Сейчас попрошу их отпустить, а не отпустят. Придурки пошли отлить. Клево. А вот скажи, какого черта мы здесь делаем? Этот старый козел Винчи не видит, что у него под носом. И надеется, что я ему покажу. Идиот. О-хо-хо, сладкая парочка уже здесь. Добро пожаловать, Витер. Что происходит? Тебе не с чего с нами так поступать? Ни с чего? Ни с чего? Сначала история с Лео, а потом в городе начинается полный бардак. Китаезы сходят с ума. Все словно опалаумели. А теперь, желтокожие еще и меня пытаются убить. Никакого порядка. Я слишком стар для этого, так что будь добр. Расскажи, что за хрень происходит. Ну, я весь внимание. Мистер Винчи, ну, я без понятия, что происходит. Поверьте. Мы с Джо тут ни при чем, правда. Еще как при чем, уроды. Это не то, что я хотел услышать. Ну, так это не наша проблема. Потому что мы вообще ничего не знаем. Это плохо. Сейчас и вид такой же красавец будет. Нет? Наконец-то. Времени мало. Надо что-то делать. Хорошо. Попробуем выломать трубу. Давай, помогай. Один я не справлюсь. Ладно. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще. Ну, да, труба, конечно, не очень крепкая. Три. Ну, вот. Благодаря Джо. Его массе выломали трубу. Привет, мудак. А тут уже их нету. Ах, красава Джо, а? Джо, ну, ладно. Ну, зачем ты так его прям жестоко-то месишь? Он уже мертвый. Так, у него пушка есть, да? А ты что пушку-то не взял у него? Будешь бочком кидаться? Ой, псих. Ой, псих-то, Джо. Ты реально не слышал? Какой ты тупой? Почему ты не слышал? Блин, тут месил Джо. О. Теперь у него, оказывается, пушка есть. Откуда ты ее взял? Непонятно. Видимо, он в трусах спрятал. Его плохо обыскивали. Ой, дружище, долго я искал этот журнальчик. Вот он здесь. Отлично. 44-я девочка уже у нас есть. Еще немножечко. И мы с тобой получим ачивочку бабоник. Вот, в общем-то, вот здесь он спрятан. Обалденно. Конечно, его сныкали. Так, ну что, Джо, ты там в порядке? Да, можешь воевать? Из трусов достал револьвер свой? Все. Теперь можем... Спокойно! Теперь можем спокойно дохнуть. Ты что там стрелял-то? Вот так можно. По-хитренькому. Джо, если тебе плохо... Давай я буду всех убивать. Хотя тебе должно, наоборот, это энергию придать. Адреналинчик. Ты куда бежишь-то? Ты что, какой-то бессмертный-то? Кто-то такой вообще? Так. Малокалиберные пукалки. Как-то странно. Семья Винчича бедствует? Почему у вас такие олдскульные старенькие маленькие револьверчики? Вы входите в какую-то извращенную секту, любители маленьких револьверчиков? Странно. Ну смотри, если методом от противного, то если у человека любовь к большим пушкам, значит у него маленький член. Если у человека любовь к маленьким, то получается у Винчи очень большой член. Вообще, нашел о чем думать, да? На тебе. Блажбанчик. Это кто еще псих чертов, а? Если ты про Джо, то я согласен, да? Что, он вообще конченый псих? Вон, конец, 19-11. Вот, с этой пушкой уже можно воевать. Это, видимо, приближенный к Винчи, да? У него такое оружие хорошее. На тебе. Хотя, самое странное, вот вроде как, с самого приближенного к Винчи мы убили прям с самого начала вылупления, скажем так. И это странно. И это странно. Реально странно. Иди вперед! Я прикрою! Ну что, тут всех перебили, поэтому можно спускаться вниз. Ну, что-то мне подсказывает, что тут нас ждут уже серьезные неприятности. Че тебе показать-то? Ух ты, Магнум? Серьезно? У этого, значит, писюн маленький. Опять же, руководствуюсь логикой. Вышеназванный. Ой, какой я стрелок классный. Опа! На поддончиках. Еще одна девочка хорошенькая. Так, ладно, перестали обезьяничать. И уверенно... Вот так вот, уверенно, просто гасим всех. Так, спасибо за дробовик. Джо, ты помогать мне будешь, нет? На тебя. Тяжелая артиллерия пошла в бой уже. Ну? Джо, прикрывай, дружище! Сейчас в спину мне зайдут, и все. А, ты тут уже? Хорошо. Тогда я более-менее спокоен. О, сдох. На тебе. Все строго по ТТХ. На 50 метров в бой нет хорошее. Так. Не, не, плохо-плохо. Держи. Так, Томпсон. Отлично, отлично! Так. Джо, надеюсь, что у нас сзади никого нет? Фух, все готовы. Ты смотри. То есть, получается, чем выше охрана, тем она ниже рангом, и она слабее всего вооружена, да? Вот, ух ты, какая милота-то! Нифига себе, сам пожал, что такой милейший журнал в этот плейбоя. Так, ну что, на этом, на этой главе все журналы мы с тобой собрали. Кто-то, дробовик, Томпсон, вообще... Оп! Тихо! Поймал меня, соглашусь. Оп, Аджо, молодец! Ох ты, красавец! А, всегда бы так спасал меня. Гарант М1. Серьезно, это же военная винтовка-то. Гранатки! МК-1. МК-2. Обалденно! Так, для чего нам сейчас гранатки тут? Хотя, давай закидаем кого-нибудь. Ребята! Вы нас ждете, нет? Или вы все кончились? Да и будь такого не может, вы не кончились, быстро. Так, ну, конечно, в самом низу самая элита! То есть, если мы расправляемся с рядовыми бойцами, которые встал вверху, самые крутые нас ждут внизу. Понятно, понятно, ваш логик, говорю. Так. Ладно, гостинцами вас пока угощать не буду. Приберегу на самый лучший случай. Джо, аккуратно. Аккуратно. Хотя, ты бессмертный, чё тебе? Так, аккуратно. На хардкоре всё-таки играй. Одна ошибка, и всё это труп. Джо, чё ж ты молчал-то, что нас стыл обходит? Хоть мейкнул бы как-нибудь, шутканул бы по этому поводу. Так. Ну, по крайней мере, хоть отвлекаешь их внимание. Спасибо на этом. Тихо, 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 тихо. А я думал, кто меня убивал постоянно? Теперь всё встало на свои места. Так, сколько там ещё осталось-то? Один визу, один наверху? Так. Блин, не успел. Джо, где там ещё внизу, что ли, один? Ладно, ты его контри. Всё, убил. Внизу ещё вон один. Зараза. Давай, давай. Какие же вы бесхитростные. С одной точки постоянно появляются. А-а-а. Ничего себе. А там-то он откуда взялся. Так. Джо, вроде мы зачистили всё. Прикинь. Прикинь, какие мы жёсткие. МП-40, давай, бери. У меня же патроны остались для МП-40. Почему он показывал? Чтобы взять МП-40. А почему он меня не взял автоматом? Так, ладно. Тихо-тихо-тихо. Кто ж там ещё остался-то? А я думаю, чё Джо молчит? Там ещё остался один. Ну, плюгавенький. А-а-а. Вот иди спрятал. Фууу. Это было невероятно жёстко. Это какая-то бесконечная, насыщенная невероятными событиями. Глава. Куда? Ну, ну да. Логично. Куда же ещё? Ой, Джо, это было просто невероятно. Как мы выжили с тобой, а? Они меня здорово отделали. Да. Кажется, мне нужен врач. Ладно. Сейчас доставим тебя к Эль Грека. О, грудь болит. Захнуть больно. Они мне рёбра переломали. Полегче. Эль Грека тебя починят. Да, конечно. Ой, блин. Кашляю. Будто мне каждый раз перо под рёбра вгоняют. Чем больше дёргаешься, тем хуже тебе будет. Слушай, Вита, спасибо, что пришёл на помощь и рисковал своей шкурой. Мы же с тобой в одной лодке, а? Как всегда. Теперь расслабься уже, пока ты мне все штаны кровью не залил. А то, правда, придётся перо тебе всунуть. Нашёл, мать твою. Время комедию ломать. Ой, ну Джон, для человека, у которого в поломанной рёбра, ты очень хорошо сражался с ними. Молодцом держался же. Всё, сейчас я починю Эль Грека. Не, справлюсь. Если на правде не работе на Винчи. Отвези Бруно. Ладно. Хоть с этим разберёмся. Как-то деньги отдашь мне, нет? Добрый вечер, господа. Так, что с вами случилось? Привет, док. Мне надрали задницу, и я каркую кровью. Да что за день такой? Тут ещё один из ваших. Кто? Его зовут Антонио Бальзамо. Тонио Бальзам? С ним что? Кто-то его крепко отделал. Боюсь, ходить он больше не сможет. Что? Это тебя удивляет? Вся эта кровь. Смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. Рано или поздно везение кончено. Кто следующий? Не надо морали, док. Есть время подлатать Джо. Да. Но придётся подождать, пока я закончу с Антонио. Ну ладно, док. Ладно. Заходи. Главное уладь всё с Бруна, хорошо? И ещё Вита. Спасибо. Конечно. Поправляйся. Ну вот, передал он деньги. Всё можно дать. Полностью весь долг этому еврею. Надеюсь, он не попросит. Ммм, как-то вы очень долго это делали. Пожалуй, что я увеличу долг до 10... Ещё на 10 тысяч. Я вот это точно грохнул. У меня арсенал оружия просто как у Коммандоса. Поэтому он не уйдёт от меня. Там же Вита такой отбитый, блин, что... Может и на это пойти. Ну а что, развязал войну с китайцами. Убил кучу народу... У Винчи. Поэтому от этого психа можно ждать всего чего угодно. Хотя тут, в принципе, они и вынудили. Вариантов не было. Если бы Винчи узнал всю информацию, необходимую ему, он бы просто устранил как препятствие. Эй, мне нужен Бруно. Деньги принёс? Да. Ну заходи, тебе повезло. Мы уходить собирались. Ох, спасибо за вашу снисходительность. Добрый вечер. Ты принёс мне деньги? Или хочешь продлить срок? Вот они. Признаться, я немало удивлён. Я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, верно. Мне сказали, Генри погиб. Меня это очень огорчило. Неужели? Считай. Значит, ваше предприятие было успешно. Деньги я вернул, так? Конечно, конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо, нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Груно. Самое прямое. Это не твоё дело. А, спасибо, Азек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Вито, эээ... Вито Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалетто. Но должен сказать, ты лучше отдаёшь долги, чем он. За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки? Ха-ха. Твой отец. А, яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? И тебя таки тоже. Если понадобятся деньги, ты знаешь, где меня искать. Точно. Ну, правду сказал. Никто не заставлял никого это делать. Они сами пришли, сами заняли. Ну, Вито вернул. Хотя он и так в такой жопе. Но из-за этой жопы мы попытаемся вылезти уже в финальное 15-го главе через стерни к звёздам. Пока-пока. Успехов. Удачи, дружище.